Мой темп жизни весьма круто отличается от темпа жизни обывателей. Ну да, целый день лежишь в кровати, даже от темпа так называемых интеллектуалов. Я поняла в 15 лет то, что интеллектуалы понимают в 60. И больше не развивалась после этого. Я не просто асоциален, я антисоциален. Близ моего дома кинотеатр, и я мечтаю, чтобы туда пришли самые одержимые террористы. И выебали тебя. Бедлоидам просто негде сидеть, вот негде у них дома посидеть. Я ненавижу все, и музеи тоже я не представляю. Гомосексуала-книгачея в этих совковых местах. Если бы я увидала западного гея в этих местах, я бы ебанулась. Настолько картина была бы негармоничной. Ты бы ебанутая такая. Что застряло? Мои самцы водили меня в кинотеатр. На халяву мне и хлорка творогом. Я запоминала не фильм, а то, что пиздели тупые пезды во время сеанса. Они приходят туда пожевать попкорн или рассказать всем, как они ненавидят книги, если фильм экранизирован по книге. Самое ужасное, что они настолько тупы, что не понимают в фильме даже скабрезности, ибо никто не знает русского языка, а украинского тем более. Я не могу абстрагироваться и слушаю не фильм о тупых пезд. Они ржут там, где не смешно, и где ржать нельзя. Они не хавают даже по шлятину, ибо не понимают язык. Эти быдлоиды для меня страшнее в кинотеатре, чем в троллейбусе. Нет ничего страшнее чернопёздых тварей, которые ищут духовную пищу. Пусть лучше жуют. В троллейбусе-то они естественны. В троллейбусах жевать неинтересно.